Привет, мои сладенькие! Так, начинаем мы сегодняшний день и сегодняшний влог с обеда. Хочу сегодня приготовить жульен. Уже порезала я грибочки, но будет жульен у меня без лука. Вот, это я варю на крабовый салат яйца. Но крабовый салат будет у меня со многими ингредиентами. Для крабового салата я сварила рис, так, яйца я уже показала, крабовые палочки и, наверное, соленые огурчики. Вот у меня куриная грудка для жульена, еще доставлю сливки, достану, и сыр. Так, и будет у меня дилемма, что же приготовить мне пюрешку, вермишель или гречку? Вот я не знаю, что мне сварить. Так, почему я крабовый салат буду делать так интересно? Ну, не так интересно, но все прыгали классику, да? Это крабовые палочки, яйца, майонез и кукуруза. Я купила две палочки, но одну упаковочку съели мои дети, и осталась одна упаковка. Если я сделаю с одной упаковки, то моим домочадцам будет это мало. Поэтому я добавлю сюда еще и рис, я добавлю сюда еще и кукурузу, я еще добавлю туда яйца. Вот, и майонез, правильно? Все, вроде бы так сказала. Так, и жульгенчик будет, но вот сейчас думаю, что же мне сделать, пюрешку или вермишель. Так, к грибочкам я уже добавила мою грудку, посолила, поперчила яички. Яйца мои уже сварились, а сейчас я их стужу, и начну резать крабовый салат. Мои грибочки с курицей я залила уже сливками. Сейчас они немножко протомятся, все это вместе, и потом сверху добавлю сырочек, и все, блюдо готово. Так, сейчас я буду делать крабовый салат, уже вот видите, рис я пересыпала в миску, и буду я их резать на кубики. Вообще я делаю крабовый салат, тру на терке, получается он более нежнее, но если я буду сейчас тереть на терке, то, короче, мои крабовые палочки потеряются в рисе, поэтому я решила их порезать. Но одну же палочку кто-то свистнул. Кто это? Это Катюха. Так, вот что у меня получилось. Я потерла яйца и добавила я кукурузу. Так, майонез я беру остатки. Сейчас, если не хватит, то придется идти в магазин. Вот такой вот салатик, если, это на заметку, мало ли кто-то не пробовал. Это если у вас мало этого, крабовых палочек, а хочется салата. Очень здорово, кстати. Интересный. Напишите вы мне, делали вы такой ли салат? Нравится, кто пробовал вообще такой вариант салата? О-оу! А майонеза-то у меня нету! Сейчас придется мандякать мне магазин. Вот видите, сколько у нас снега. Вот видите, какая разница идет. Вот. Это мы вчера сейчас с Катюхой чистили, дорожки чтоб были. Этот снег, если честно, уже надоел. Уже хочется весны. Так, сходили мы в магазин. Купила я майонез московский, провансаль. Там был еще скид, но я скид не очень люблю, потому что он жидковатый. Так, чуть-чуть, что-то там очень много снега. А под снегом, знаете, лед. Ну, так тяжело мы дошли с Катюхой, хотя так рядом. Вот. Это все мы перемешаем. Очень здоровский салат. Очень легкий, очень вкусный, очень сытный. Кто не пробовал, попробуйте. Потом скажите свое мнение, понравилось вам или нет. Такой он вот аппетитный. Мне очень нравится. Вот вы сами видите, очень быстро его сделают. Хотите несоленые огурчики, добавьте свежие огурчики. Хотите зеленушку, да все, что хотите, добавьте и все. Вот он и весь вкусный салатик. Вот так он у нас получился. Вот такая вот красота. Всем приятного аппетита. У нас уже вечер. Мы с Катюхой покупались. А челку, конечно, я подсушила. Сама она так не встала. Вот. Сейчас я сделаю вечерний уход. Это ночная гелевая маска витаминная. Смузи и фрукт от 100 рецептов красоты. И биаква, сыворотка для роста ресниц. Я вам хочу сейчас показать торт, который я вам говорила, что моя сестра готовит бисквиты. Я вам обещала на стриме показать, как мы это будем делать. Поэтому сейчас вы это все увидите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, торт вы уже посмотрели. Он получился. Я его забрала от моей сестры. Он поставил у меня сутки в холодильнике. Я его разрезала, пропитала просто сиропом вода и сахар. И сделала крем сгущенка с маслом. Не стала ее показывать. Это все обычно, все, ну как бы ничего такого сверхъестественного. Нам очень понравилось, очень вкусно. Так и на все получилось. Все очень здорово, все очень вкусно. И вчера мы ездили в кинотеатр на суперфильм «Одохнула я балдежно». Вот. Ну и сейчас вы посмотрите ролик, как мы ездили в кинотеатр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, так я смеялась над этим фильмом. Так я прям, я так отдохнула. Вот на все 100%. Отдых удался. Мы поехали, я поехала без Катюхина. Руслан у меня сидел с Катюхой. Конечно, началась сердечко у меня тук-тук-тук. Но потом я поняла, что нужно отдыхать хоть редко, но без детей. Я ни о чем не думала. Если честно, когда были там песни, очень классные песни, хорошие актеры. Мне даже вообще хотелось выйти туда на сцену, короче, станцевать, похлопать. Вот, мне даже племянник, потом вышел уже с этого фильма, племянник говорит, ну типа, а мне так стыдно было, вы так сильно смеялись, но я смеялась от души. Очень хороший, очень простой, легкий фильм. Кто смотрел его, напишите в своих комментариях, понравилось ли вам, как мне, да? А если нет, то если у вас есть такая возможность, ходите обязательно, не пожалейте. Настолько-то семейный, легкий фильм, очень много знаменитостей, очень классные песни. Ну, короче, прикольно, прикольное кино. Мы отдохнули суперски, поели мы в Макдональдсе, тоже смеялись с Макдональдса. Вот и наша ПП. Гамбург с картошкой фри, вот оно и ПП. Так что вот такое у меня сегодня получилось необычное видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Я вас всех люблю, крепко обнимаю. И всем пока-пока.